кодовое название телефона mi a2 lite чем дальше продвигаются модели тем длиннее код почему-то менять будем дисплеем модель очень много сейчас на ремонт приносят заполняют рынок китайцы так снимаем нижнюю модель разъем тачскрина чтобы проверить новый дисплейный модуль придется снять полностью весь разбитый проблематично придется снимать модуль отключаем телефон ставим на сепаратор греем сепаратором на 100 градусов всегда при этой температуре снимаю давайте снимем батарею так здесь придется снимать батарею тоже так здесь и и и и и и и и до конца мы сняли дисплей здесь у нас тач и и и ставим аппарат разогрелся уже до 80 градусов пару минут и дисплей можно отдирать ставлю на паузу пишем дальше снимаем сепаратор Субтитры сделал DimaTorzok Не вылазит разъем тача Я так надеялся что не придется снимать Посмотрим что здесь приклеено Как разъем шлейфа точнее тачскрина Давайте сразу его наклеим Он у нас уже на двустороннем скотче Ровно по метке которая здесь нарисована Драйвер заклеен как и на оригинале Здесь тоже все проклеено Подсветка проклеена Поэтому на камерах у нас здесь ничего нету Брать отсюда нечего Давайте прикинем Продолжение следует... Застегиваем тач Дисплей Ставим батарею Включаем смартфон Вроде качество ничего Хотя здесь по периметру вижу небольшую разницу в подсветке Дисплей не оригинальный Качество неплохое Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вывод дисплей рабочий, можно ставить, включаем батарею, давайте посмотрим периметр. Никаких погрешностей здесь нет, пыль небольшая, можно ставить, клеить будем на клей, клеем будем наносить, я думаю скорее всего на дисплей так удобнее, хотя можно и на рамку, она не такая уж и узкая. Давайте все таки на рамку сажать будем на Т7000. Клей черного цвета, те же характеристики, что и у плея прозрачного, поэтому. Один из самых сложных. Важно нанести ни много ни мало достаточное количество клей. Вставляем шлейф тачи дисплейного модуля, аккуратно. стараемся немного выдавить, совсем немного в тех местах, где он сам не вышел, совсем немного, чтобы не обляпаться. Тем самым убедимся, что поверхность по периметру полностью проклеена. все это дело, конечно, потом поставим на зажимы обязательно, часа на два-три. Чем больше, тем лучше. Если клейт не спешит, то можно и до следующего дня оставить в идеале. Пристегиваем разъемы. отверстие шлейфа, если он у вас есть. отверстие шлейфа, если он у вас есть. Отставляем антенный модуль. Все винты одинаковые здесь. Сюда мы будем клеить 3М. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и финальную заглушку. Тоже винты на ней одинаковые. Запутаться здесь сложно. Простая замена, как вы видите. любителям тоже можно поменять. Сложно ничего нету. Пошел из-за заживания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, ставим крышку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все отлично. Все, господа, спасибо за внимание. Это была простая замена данной модельки. Оставайтесь на связи.